Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу тему ромашек. Вы все любите ромашки, все девушки, все женщины. Будем учиться писать ромашки. Хочу обратить ваше внимание, что фиолетовое настроение фона и противостоящее ему зеленое настроение букета. Фиолетовый и зеленый это антицвета, поэтому живописность создана, активная живописность пятна. То есть, конечно же, редко бывает, что прямо на фиолетовом, зелененький. Ну вот, мы всегда можем никакой фон сделать фиолетовым и усилить зеленость зеленого для того, чтобы прозвучало в цвете. Здесь у нас разбавитель. Кисточку там не моем, только берем жидкость для разжижения. Там чистый разбавитель. Мы берем белило, берем розовый и ультрамарин. Получился внятно фиолетовый цвет. Этим внятно фиолетовым цветом, достаточно разжиженно, слякотно, наберем весь холст. Избавим холст от белости. Количество вещества кладем немалое, слякотное состояние краски. То есть, добавляем разбавителя. И вот эту слякоть вещества набрасываем на холст. Белило задают этому всему некую плотность. Плотность укладки не призрачность, а именно плотность. И еще синенького, и еще розовенького. Внизу чуть темнее, можно добавить в меньшей степени белила. Внизу за букетом. Не внизу на плоскости, а за букетом. То есть, достаточно элементарная задача закрасить. Неэлементарная. Соблюсти слякотный характер краски. Слякотный. Часто мы либо переварщиваем краски, либо не додаем. Протестировать наличие достаточного количества вещества можно. То есть, даже глядя с экрана, вы можете определить, нормальное ли количество краски у вас, или недостаточно. Прошло некоторое время, как я начал. Если к этому времени мастихину есть что раздавить на холсте, есть что давить, значит количество краски нормальное. Излишки краски можно будет потом убрать с холста с бритием. Вот то количество краски, которое на холсте у меня. Вы можете посмотреть, если у вас тоже вот эти сопельки формируются, значит у вас тоже количество вещества. Но не таким способом мы будем работать с фоновым пятном. Просто мастихином мы смогли протестировать. Мы возьмем тряпку, ком тряпки, ком, не сложенную, а именно ком тряпки превратим в подушечку, фигушку. И уже этой фигушкой начнем распределять краску по холсту. Распределяем. Не стираем краску с холста, а только распределяем. Увлажненность краски, слякотность краски нужна была для того, чтобы это распределение произошло красиво. Конечно, повторить каждый лепесток это нет смысла. Я повторяю идею. Вы видите, что даже не так. Я вам покажу, о чем идет речь. Цветок ромашки может быть таким. Так обычно вы и рисуете. Когда он смотрит прямо в нас, вот таким образом, и вы чаще всего с равномерностью укладываете лепестки. Однако, наблюдательные из вас помнят, что у ромашек часто то листик в профиль к нам, то сгусток листиков. То есть, такое какое-то состояние ромашки. Нестабильное. Это одно проявление цветка. Мало того, вы видите, что они формируют чашу. Когда все лепестки, вот эти, допустим, чуть короче, они немножко смотрят на нас. А те длиннее, они смотрят во всю длину свою. А эти короче, они смотрят на нас. То есть, вот эту чашу цветка тоже показываем. Но ромашки не только чаши, а часто, вот как эти цветочки, у них отогнуты лепестки куда-то назад. И вы видели и такую ромашку не раз. Или как эти ромашки в профиль. В три четверти, вернее. В три четверти. Коротенькие смотрят на нас. А эти смотрят во всю длину. Ромашка в три четверти. И тоже этот растопыренный характер, то есть, нестабильный характер лепестков. Когда вдруг вот такая щель. Часто художники кладут веточку. на плоскость. И мы тоже. Он не положил, но мы положим. Естественно, лепестки смялись. И отбросили тень на плоскость. Чуть-чуть. Вот эта тенечка. Под цветком. Растопырка листьев. Тенечка небольшая и от самого самой веточки. Здесь, допустим, веточка чуть видна светлым на темным. А здесь темным на светлым. Может быть, глуховато вот здесь пятно. Мы подложим туда немножко синячки. Слишком большое глухое пятно образовалось у нас. Там чуть иначе по композиции. Поэтому я чуть синячки добавлю. И даже легкий намек на горлышко вазончика. Легенький такой. Может быть, даже с оранжевинкой. Чтобы было понятно, что золото присутствует не только внизу, но и наверху. рефлекс от светлых отражателей на теневую всегда на круглых предметах присутствует. намек на рисунок. На орнаментный рисунок. И santé так намек в ней Мощный блик и бликование золота на том же уровне. Вот он блик идет вдоль этой части. Ну, может быть и хватит. На том мы закончим сегодня. Приходите к нам еще. Еще раз напоминаю, что в нашем с вами общении появилось много пиратов, которые рекламируют от моего имени и уроки, и материалы, и прочее, прочее. На экране сейчас появится список тех сайтов, тех контактов, которые связаны со мной, не пиратских, а нормальных, достопочтенных. Обращайтесь туда. Ну и до новых встреч.